Пять строительных компаний и их лучшие специалисты, больше тысячи единиц техники. То, как идёт возведение нового инфекционного госпиталя, не может не впечатлять. За рекордные сроки предстоит построить 70 тысяч квадратных метров. Такова площадь будущей больницы. Рассчитана она на 500 пациентов. Всего 10 дней назад здесь было чистое поле. Сейчас основания под больницу заливают бетоном. Приступили и к возведению лечебных корпусов. Вот они. На объекте работает 5 тысяч сотрудников. Стройка ведётся круглосуточно. Здесь будет 7 лечебных корпусов. Реанимационный блок, в котором смогут оказывать помощь самым тяжёлым пациентам. Детское и взрослое отделения. Всё оснастят самым современным и необходимым оборудованием. Отдельно строят общежития для медицинских сотрудников. Мы для них специально готовим общежития на 2000 мест. Полностью оборудовано всем необходимым, чтобы они могли отдохнуть после тяжёлой смены. И продолжить работу в этом комплексе. Мы все надеемся, конечно, что этот комплекс не понадобится нам в большом объёме. Но если он потребуется, мы будем готовы. Несмотря на скорость строительства, новая больница будет не временным госпиталем, а полноценным медицинским учреждением, которое сможет функционировать десятки лет. Одновременно с возведением конструкции идёт огромная работа и по внешним коммуникациям. Сюда ведут газ, электричество, воду и, конечно, строят дороги. Транспортная логистика. На этом этапе один из ключевых моментов. За этот короткий срок нам удалось, в общем-то, сделать все временные дороги. Практически мы их закончили. Подъездные дороги дополнительные, чтобы улучшить логистику. Приступаем к монтажу внутренних инженерных систем, к отделочным работам, чтобы уложиться в указанные сроки. Также параллельно ведутся работы по устройству наружных коммуникаций, мобилизованные все эксплуатирующие организации города. Все корпуса, за исключением общежития, будут одноэтажными. Строятся они по технологии сэндвич-панелей. По планам госпиталь будет готов в течение месяца.